Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Добрый вам в субботний вечер осенний! До начала локдауна осталось совсем немного времени, поэтому мы, люди хоть и привитые с QR-кодами, но все равно решили с пользой провести уходящие деньки свободной еще жизни. И пришли в клуб 16 тонн, который сзади меня, на концерт Александра Пушнова, которого вы все, конечно же, очень хорошо знаете, и как юмориста, и как ведущего различных теле- и радиопередач. Но вдруг в этой стране есть люди, которые не знают, кто такой Александр Пушной. Так я немного расскажу, что он еще и прекрасный гитарист, мультиинструменталист, певец, композитор и аранжировщик. Вот на концерт такого выдающегося человека мы и пришли. То есть мы решили оторваться в последние деньки перед вынужденной нерабочей десятидневкой, которую объявил наш президент. И поняли, что мы не одиноки в своем желании пойти в отрыв. Здесь сегодня полный солд-аут. Раскуплены все билеты полностью. На входе просят продать лишний билетик. Но мы успели купить билеты за годя. Ну а теперь я немножко расскажу об Александре Пушном. Краткая биографическая справочка такая. Родился Александр Пушной в Новосибирске. Он оттуда, из Сибири. В 1975 году ему сейчас 46 годков. Там же он учился на физика в местном университете. И, по-моему, там же и женился. Он отец троих детей. И в 1999 году он переехал в Москву, где стал выступать. Вернее, даже он переехал еще раньше, но временно. Он начал выступать в КВНах. А затем уже после основного переезда он начал выступать и на телевидении. Работать в ведущем в различных телепередачах популярных, юмористических. Таких, как «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел», «Галилео знаменитый». Кто умнее пятиклассника, «Песня дня» и в других телепередачах. Поэтому, конечно же, Александр Пушной более известен широкой публике как шоумен и телеведущий, нежели как музыкант. Но, несмотря на это, он с 2008 года выпустил аж целых три собственных студийных альбома с собственной музыкой. В такой смешанной рок-стилистике. Здесь можно услышать и гранж, и панк, и хард, и метал. Но самое главное, все это сделано с большим юмором. Сказывается длительное участие Пушного в КВНах и в различных юмористических передачах. Многие песни из этих альбомов стали очень популярными. Но критиканам же не угодишь. Поэтому его собственные альбомы, некоторые акулы-пера, серьезно покритиковали и пощипали. И за слабые рифмы, и за вторичность юмора, и за избитость поднятых проблем, и за саму музыку. Был рифов маловато в ней. Может быть, поэтому Александр Пушной ушел от альбомов собственного сочинения в исполнение каверов. И совсем недавно, в апреле этого года, выпустил альбом каверов на различные популярные песни. Которые он так и назвал. Каверы Пушного. И я хочу сказать, что каверы у него получились очень интересные. В таком жестком, тяжелом рок-стиле. Мне некоторые каверы понравились даже больше, чем оригиналы. Например, «Трава у дома» Мигули, которую исполняет группа «Земляне». «Кукушка» Виктора Цоя. «Я то, что надо» Валерия Сюткина. Или песня «Красной шапочки» Алексея Рыбникова из мультфильма. Прекрасно сделана, в тяжелом стиле, но очень ритмично, очень оригинально. Да, Пушному удалось придумать очень интересные гитарные рифы в каждую из этих песен. И вокал сделать разноплановым, интервальным. Песни, эти каверы получились, я бы так сказал, забойные. И что еще? Хочу отметить. Партии практически всех инструментов в альбоме играет и записывает сам Пушной. И сведением занимается он сам. Кроме соло-партий на гитаре, которые, насколько я знаю, играет Михаил Жучков. Отличный, на мой взгляд, гитарист. Хотя и большой начальник. До недавнего времени он был директором знаменитого «Мусторга». Поэтому вся студийная работа над альбомом – это сам Пушной. И ему удалось сделать и отличные аранжировки с собственным видением этих известных песен. И добиться очень приличного современного звучания, саунда очень хорошего. Пушной по мере записи новых каверов выкладывал их в YouTube. И они настолько понравились публике, что становились практически сразу популярными. И количество подписчиков его канала моментально перевалилось за 1 миллион. И я достоверно знаю, что многие даже очень известные музыканты просили Пушного сделать каверы на их песни. Настолько хорошо они у него получались. Поэтому я уверен, что вечер сегодня будет интересным. И, скорее всего, это будет не обычный концерт, а, скорее всего, музыкально-юмористическое шоу в стиле Александра Пушного. Поэтому пойдемте вместе и посмотрим, как у него все получится. А затем я поделюсь с вами своими впечатлениями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И мальчики спросили у мамы, мама, а откуда ты знаешь слова из саундтреков Пищебло? Мне пришлось объяснять маме, этим мальчикам, что это не просто саундтрек Пищебло. Это песня, которая поет пушной, но не он ее написал, он просто ее исполнил, он написал ее великий Егор Филадович Ленов. Субтитры сделал DimaTorzok О, дорогие друзья, это Кирилл Гаврилов, режиссер программы «Галилео». Друзья мои, слушайте, это такое хорошее вечер. Друзья мои, слушайте, я подумал, в конце концов, ну кого мы обманываем, да? Ну что мы всем поем, что-то тяжесть какую-то... Я сяду в Каприоле и уеду куда-нибудь... Отдохни и послушай, что я в каждом я терпел, но сегодня я пуха. Я не хочу! Я сказал, успокой! Покончен бой, пил порвень и пил на бой! Покончен бой, зачак огонь, им не осталось ничего, а мы живем, а нам с тобою повезло на слом. Поконник Продолжение следует... Уважаемые любители рок-музыки, ну вот концерт и закончился Александра Пушнова и его бригады, в которой мой хороший знакомый Миша Жучков играет на соло-гитаре. Других музыкантов я не знаю, не знаком с ними, но в принципе играли неплохо. Но я еще раз скажу, я сказал это и перед концертами, сейчас повторюсь, я так и предполагал, что это не будет традиционным концертом. Это было такое театрально-музыкальное шоу, такое, знаете, интерактивное общение музыкантов со зрителями, ну не музыкантов, а самого Пушнова лично. Это сказывается, конечно же, его предыдущая вся жизнь, его КВН, его телешоу. Он шоумен самый настоящий. Поэтому он создал такой особый жанр. Я надеюсь, что все люди, подписчики мои, которые следят за моим творчеством, уже различают стиль от жанра. Так вот он создал такое театрально-музыкальное шоу, жанр такой собственный. Именно вот этого интерактивного общения с публикой, которое это очень нравится. Зал был полон, яблоку было негде упасть. Тут плотно. Я не знаю, сколько туда влазит народ, но человек 300-400 туда точно влезло. И люди были довольны. Они подпевали, они пели вместе с ним. Но если говорить о стилистике, то, конечно же, это можно назвать полистилистикой. Можно назвать эклектикой. Но там были собраны в песни совершенно из различных стилей. Мы слышали и Pink Floyd, и Deep Purple, и Beatles, и Иванушки Интернешн, и Руки вверх, и Тота Кутунья. Ну, в общем, смесь. Песни из мультфильмов, из бременских музыкантов, и песня Красной Шапочки, и землян Трава у дома. В общем, все. Такая сборная солянка. Но публика была счастлива. Вот я вам честно скажу. Я мало видел таких развлекательных действий, где люди так веселились и так радовались. Он держал публику не в напряжении, а вот в приподнятом настроении. Я пушному аплодирую. Аплодирую Мишу, Звучкову. Миша, привет. Было вот интересно было, действительно. Своеобразно. Я люблю, конечно, строгие концерты. Это минимум болтовни, а максимум песен. Так я так люблю такие чисто стильные концерты, не сборные солянки. Но это было хорошо сделано. Аплодирую вам всем, мужики. И всем, уважаемым любителям рок-музыки, огромный привет. Мы поехали домой. А то уже смеркается. Уважаемые любители рок-музыки. Ну и вот проезжаем, видите, мимо 16 тонн. Машину забрали, едем домой. Я хочу еще немножко порассуждать об этом концерте. Я много концертов посещаю, вы это знаете. Я делаю рецензии. Но я первый раз видел, чтобы люди так радовались. Ну вот радовались люди. Он очень хорошо этой публикой управлял. Там не было никаких эксцессов. Он говорил, делаем так, а не делали так. Делаем машем руками, делаем машем руками. И в то же самое время он наделал легко. Ну я понимаю, что сказывается громадный опыт работы на телевидении в качестве ведущего. Но все равно на сцене это непросто. Тем более там же публика уже подвыпившая, уже с пивом. Ему даже бокал пива принесли, да. Или там какой-то друг, его режиссер принес, ему пиво. Ему пришлось вспомнить это пиво. Целый бокал он выпил. То есть показал, что свой мужик. В принципе, вот эта разностильная музыка, которую он собрал в репертуар концерта сегодняшнего. Там абсолютно разностильная музыка была. Я повторюсь, это и Pink Floyd, и Deep Purple, и Beatles, и Modern Talk, и Руки вверх, и Гражданская оборона с Егором Летовым. Ну вот такая сборная солянка. Но они все равно подтягивали под свой стиль. И поэтому он слушался в принципе достаточно органично. И именно поэтому я говорю, что, конечно же, это разностильная музыка. Даже при том, что они подтягивали под свой стиль. Но это оригинальный жанр вот этого интерактивного общения. И в то же самое время музыкально-интерактивного общения. То есть ему удалось создать этот жанр. Ему это нравится. Это самое главное. И публике это нравится. Поэтому в любом случае аплодирую Александру Пушному, что он умеет доставить людям удовольствие. А это, наверное, самая главная задача артиста и самое главное призвание артиста. Если музыкант, артист не понимает того, что он клоун, паяц, то ему лучше оттуда уходить. Если он думает, что он философ, повелитель душ, это уже не артист. А Пушной это настоящий артист. Вот настоящий, он понимает, что он шоумен, а он развлекатель толпы. Ну толпы людей развлекателей. Уважаемые любители рок-музыки, ну пока едем домой с концерта. Вот мне хотелось бы порассуждать, почему сейчас так популярны каверы. Почему Пушной ушел от собственного творчества и начал делать каверы. Все песни, которые он собственные пел, он их сочнил давно. У него там первая пластинка 2008 года, потом 2013, 2015 или 2017 год. И потом 4 года перерыва и в 2021 он делает пластинку каверов аж 16 штук. Различных. Каверов на разные песни, на мультфильмовские песни, на разные. Почему? Ну вот я перед концертом высказался, такое предположение, что когда он начал делать свои песни, пластинки выпускать, я почитал критиков, там Можаева, там еще кого-то. И они по нему проехались конкретно, хорошо прям. У меня такое было предположение, что он ушел в каверы, потому что это не его музыка, поэтому критиковать его тяжело. И у него реально получаются эти каверы. Они очень красиво звучат, он придумывает интересные рифы и получаются такие тяжелые обработки. Вроде бы там песня про красную шапочку, а в тяжелом варианте она достаточно приличная и прикольно слушается. Но не он один занимается каверами, прям повальная пошла мода этих каверов, и делают, и делают многие группы. И даже более того, когда мы там два года назад начали заниматься музыкой, то мне там специалисты по ютубу, по продвижению рассказывали, да что ты там свою музыку играешь, давай играй каверой. Вот у меня вот такой вопрос к вам, уважаемые любители рок-музыки. Как вы думаете, почему каверы так популярны сейчас? Ну, во-первых, у нас огромная традиция в Советском Союзе и в России, в России меньше, в Советском Союзе это была традиция очень такая достойная и большая. Это ресторанные музыканты, их не называли кавер-музыкантами, их называли ресторанными музыкантами. И это были настоящие профи. Сесть в ресторан считалось очень достойно. Это признание твоего профессионализма. Если бы тебя ресторан взял в качестве музыканта в твою группу, потому что это были универсалы, они умели играть все, что можно. Поэтому тут я думаю, что вот эта каверская традиция, она влияет на то, что люди любят каверы, и музыканты играют. Но мне кажется, еще несколько причин этого может быть. Одна из них, люди боятся сочинять свое, боятся осуждения, боятся презрительных насмешек, что ты сочинил там. И поэтому они прячутся за каверы. Ну и третья причина, это если человек просто не умеет сочинять. Но на самом деле вот этот хейт выдержать тяжело человеку со слабой психикой. Потому что когда тебя начинают обливать грязью твое творчество, люди замыкаются, отключают комменты. Только не волощук СД, он ничего не боится. Он еще и стихами, с юмором отвечает всем хейтерам. И меня с толку не собьешь, ребята. Я буду сочинять только свои песни, никаких каверов. Я недавно сделал один кавер, расскажу вам. И чем это закончилось. Один единственный. Вот я за прошедших два года сочинил порядка 180 песен. Из них 115 сделал уже готовых клипы, мы выпустили за два года. И, ну естественно, никаких кавер. У меня только собственные песни. Мне бы свои песни спеть. Вот я вот так вот рассуждаю. Потому что, я повторюсь, материала столько сочинено, а заготовок сотни отложены. Я раньше удивлялся, когда я узнал, что Дитер Бойлен, перед тем, как создать Modern Token, он уже сочинил 10 тысяч мелодий. То же самое сделал Берн Ульвеус Абба. Он, когда создавал Аббу, у него уже было 10 тысяч мелодий сочинено. Он из них выбирал лучшие и делал. Поэтому, когда я начал плотно заниматься, я понял, да, это несложно. Действительно, их можно сочинять очень много беспрорывно. Но если у человека таланта нет, он это не может делать. И я один раз сделал кавер. Какой кавер? Мы на корабле пели песню. Автора мы не знали. Эта песня передавалась по наследству. Она нам нравилась тем, кто умел хоть немного играть. И старослужащие передавали молодым, и мы так вот передавали другим. Я, честно говоря, не знал, кто там автор. Мне это не нужно было. А тем более интернет не был развит. Узнать, кто там автор был, вообще неизвестно. Но мы так думали, что кто-то из моряков тут его и придумал здесь, с нашего корабля чуть ли нечего. И когда я сделал кавер на эту корабельную песню, вот в этом августе, когда мы были на Камчатке, и прям приехали туда, где я служил. А кавер получился, я считаю, очень классный. Ну, сам себя не похвалишь, вы знаете, никто тебя не похвалит. Но я пытаюсь быть объективным, потому что многие мои друзья, профессиональные музыканты, сказали, что это реально очень хорошая песня. Я рекомендую послушать. Она называется «Корабельная». Так вот, авторы вылезли тут же. Даже не сам автор, а вылезли его дружбаны и начали кричать. Ты украл песню, ее сочинил там тот-то, тот-то. Я говорю, ребята, я перед тем, как объявить эту песню, я 10 раз сказал, что я не знаю автора, это не моя песня. Я предупредил это вот всех и написал это под постом, что эта песня не моя. Я не знаю автора. Поэтому, видите, какие последствия. И я знаю еще одно, что когда Александр Пушной начал делать каверы, и потом он сделал квартирнику Маргулиса, то тоже повылазили авторы, которые известны, и начали вымогать, требовать. Он не называл фамилии, но на квартирнике поблагодарил тех, которые просто ему подарили тебе и сказали «Играй». Ты же пропагандируешь наше творчество. Он не назвал тех, кому ему пришлось заплатить за эти каверы, родственничков. Поэтому это та причина, по которой я больше каверы делать петь не буду. Либо, если я буду их петь, то я буду реально покупать. Я давно хочу сделать каверы на мои любимые рок-н-роллы. Элвиса Пресли, вот тех, Битлз. Но тогда, если я решусь на это, если до этого дойдет, у меня просто, повторюсь, материала масса своего собственного, то тогда я официально это все приобрету и сделаю свои каверы на эти вот рок-н-роллы. Только так. Вот такие вот причины, мне так кажется. Вот эти вот, то есть, либо человек не умеет сам сочинять, а рассказывает, какой он крутой. Много там таких у меня, вот хейтеров, которые рассказывают, какие крутые, а сами играют в каверы там всяких хевин-метал-групп. Сидят там, играют. Вторая причина, что человек боится хейта. Ну, боится, боится осуждения. То есть, он не уверен в себе, как композита. А умеет. На самом деле, профессиональному музыканту, ну, сочинить новую мелодию, ну, это несложно на самом деле. И вот та вот причина наследственная, что у нас любят каверы и любят люди, чтобы кто-то сыграл. А почему нет? Я уважаю ресторанных музыкантов, профессионалов, каверщиков, которые умеют это делать. Ну, и еще, наверное, одна причина, почему каверы исполняют. Даже, я говорю не ресторанные музыканты, а вот вроде бы как сценические музыканты, которые там, ну, для них это профессия не ресторана, а вот сцена. Да потому что это уже раскрученные песни, они уже известны. Их люди знают, любят. И поэтому проще их петь и играть, и публика их благословно воспринимает. А свое собственное творчество, нужно вложить в него силы, нужно вложить в него деньги. Потому что сейчас мало сочинить, даже гениальную вещь, ее нужно еще продвинуть. Ее нужно донести до публики. И если это оригинальная вещь и оригинальный стиль у тебя, то еще нужно убедить публику, что это хорошо. Потому что все новое воспринимается в штыки. Вы же знаете эту знаменитую поговорку, что люди любят узнавать, но ненавидят познавать. Понимаете, поэтому когда что-то новое, они просто, это плохо и все, вот плохо. Я уже не говорю там ругательство. Вот Волощук делает что-то новое, реакция, я уже два года долблю, и я понимаю, что у меня очень хорошая, красивая музыка. Да, я не певец, у меня не мелодичное пение, но у меня своеобразный подход к этому. У меня выстрела ритмика правильно, а в аранжировке сделанный звук очень профессиональный, студийный. И все равно плохо и плохо, но я знаю, что скоро мою музыку будут слушать все. Не за горами то время, потому что я именно по этому пути иду, по правильному пути. Он самый трудозатратный и самый рискованный. Ну а что делать? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Посмотрим. Мысли вслух точны и честны, мысли вслух о том, о сём интересны. Мысли, если сказаны Молощуком. Молощуком. Молощуком.